Мы сегодня начинаем Вступление не надо Вступление я уже коротко вам сказал Давайте, внимание, начнем заниматься Значит, почему важно изучать Станиславского всем, не только актерам, но и всем людям, занимающимся творчеством Изучающим творческие профессии и так далее Потому что здесь заложены основы, фундаментальные основы общего искусства знания Здесь заложены основы творческой психологии Заложены законы искусства И дана классификация искусства и ее отличие от неискусства В том числе классификация неискусства тоже Здесь даются и законы, и методология И, значит, задания, творческие задания То есть это уникальный такой учебно-научный трактат Это и наука, в то же время учебник Нас должны заниматься все, без исключения Все люди, которые... По-моему, вот его актерская терапия Да, давайте, сейчас у нас лекция Поэтому давайте мне задавать вопросы Потом я отвечу на все ваши вопросы, хорошо? Безусловно, поэтому мы и проходим там, что... Значит, вся теория литературы XX века Она, в принципе, построена на двух кино На Истоте и на Станиславском Поэтому, безусловно, в учебниках Теоретических трактатах по теории литературы По сценарному мастерству, по теории драматургии Все, так сказать, ведущие теоретики мира Специалисты в этой области Они опираются на эти два фундаментальных труда Аристотель и Станислав Мы уже с нами, когда проходили Аристотель Мы говорили о том, что Аристотель Предписываем Творцу именно переживания Во время творческого процесса И вот это же через почти два с половиной тысячелетия В основу определения искусства Главным критерием определения искусства И его отличательного искусства Станиславский Значит, вот Станиславский, этот гений 20 века Прекрасно понимал, что Значит, вот эта теория Всевышнего распознания Теория творческой психологии Эта теория настолько сложна Что ее невозможно просто описать Чисто теоретическим языком Как это делает, допустим, философия Как это делает история Как это делает другие науки Поэтому Он, значит, обратился К, в общем, давно известному И прекрасно себя зарекомендовавшему И в науке, и в учебном процессе Методу диалогов Платона И создал некое художественное воспоминание Да, некое художественное воспоминание Значит, фактически написал Научные и учебные тракты Научные тракты и учения В виде художественного произведения Здесь есть персонажи Значит, учитель, ассистент Здесь есть, значит, около Более десяти Значит, если не подводят меня понять Более десяти Кажется, одиннадцать студентов Десять или одиннадцать студентов И вот, значит, все это Все законы Все законы, значит, общего Всевышнего искусствознания И законы актёрского и режиссёрского Сценарта, литературного мастерства Даются в виде диалогов В виде каких-то Реплик Различных И, допустим, Аркадий Николаевич Топцов Это главный Носитель Мысли Станиславского Преподаватель Преподаватель этой группы Как, значит, преподносит его Большой режиссёр Дальше его, значит, Аркадий Николаевич Топцов Его помощник, ассистент Иван, значит, Платонович Рахман И дальше идут студенты Значит, Названов, там, Вильяминов Пущин и так далее, так далее Мы это, в общем-то, вы это будете читать Но мы не всегда об этом будем говорить Мы в основном будем говорить Вот о тех законах О той методологии Да, которая здесь описывается И которая нам предписывается Как творческим людям Значит, начинается, как вы уже говорили С введения, где, значит, Названов Будущий студент Говорит о том, что вот я записался Принят класс Торцова И отныне буду, значит, посещать И записывать Не просто записывать А скинографировать Все занятия Аркадия Николаевича Торцова Дальше, мы с вами говорили Идёт глава дилетантизм Где Аркадий Николаевич Торцов Заходит на первое занятие И даёт задание Чтобы они выбрали Ну, допустим Выбрали, значит, определенные пьесы И, как мы понимаем Именно выбрали, значит, пьесы гениальных драматургов Выбрали из этих пьес Определенные отрезки Дома начали репетировать И, значит, в течение недели Будут репетиции в классе И потом, значит, показной спектакль На профессиональной театральной сцене В присутствии, значит, ведущих актёров Дирекции этого театра Руководство школы Педагогов, значит, и самих студентов В костюме, в гриме При софитах При декорации И объясняет это Аркадий Николаевич тем, что он хочет проверить Посмотреть сценичность своих студентов Сценичность И вот после этого После того, как они проводят целую неделю репетиции После того, как они выходят на сцену Показывают, значит, свой показной спектакль После этого занятия ведутся именно на основе вот этого показного спектакля И того, как, наверное, показной спектакль себя проявили студенты Что было удачно Что было не совсем удачно Что было полуудачно И так далее То есть, вот на основе анализа этого показного спектакля Аркадий Николаевич Который, в принципе, хоть и является вывышенным персонажем Но на самом деле несет все идеи самого казнасинсенхистики И кроме того, я хочу вам сказать Что все, что здесь говорится в виде утверждения Того утверждения, которое не оспаривается А поддерживается Аркадий Николаевич Тарцов Это тоже все, в принципе, мысли Станиславского То есть, эти мысли можно сказать не только Аркадий Николаевич Тарцов Не только Иван Платонович Рахманов, его ассистент Но и сами студенты Сами студенты, которые, допустим, тоже размышляют Делают выводы И делятся между собой вот этими выводами Ну, назван Поскольку он как бы главный персонаж То, значит, вот он часто размышляет сам собой И, значит, не только в общении Но и в размышлении наедине Высказываются те идеи, те законы Которые, в общем-то, являются законами той науки Значит, вот Которую мы часто называем актерской режиссерской наукой Но на самом деле она не только актерская режиссерская наука Но и, в принципе, это некий фундамент всеобщего искусства знания Поэтому его должны знать сегодня Значит, вот мы начинаем вторую главу Сценическое искусство и сценическое ремесло Уже здесь название Сценическое искусство и сценическое ремесло То есть, видите, Станиславский проводит огромную черту между искусством и ремеслом В других языках, например, в азербайджанском Пока еще термин демесуров не нашел своего эквивалентного перевода Поэтому там проблемы В оригинале воспринимается достаточно комфортно и достаточно понятно все То есть, речь идет о настоящем искусстве Сценическое Да? Ну, настоящий Ну, мы будем апеллировать терминами Станиславского Но, если относится вот этот термин сценическое Сценическое, то получается искусство и ремесло Понимаете? Но поскольку мы с вами, значит, изучаем драматургию Изучаем, значит, писательство Изучаем, значит, сценарное мастерство То, значит, сценическое Нам тоже близко, да? Сценическое, экранное Так, 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 так То есть, раяциня, нет Искусство есть искусство И вот Станиславский, значит, предлагает Одну из фундаментальных Удачных классификаций искусства У его отличия от неискусства В истории эстетики и искусствоводнания Это, конечно, одна из нескольких буквально классификаций предложенных И, на мой взгляд, это самая удачная классификация предложенных Станиславского Значит, подглавки, которые вот Я вам, тот текст, который я вам дал Я не знаю, есть ли там подглавки Я вам много текстов дала, Станиславский То есть, несколько вариантов Вот эти подглавки, в принципе, они мои Но они, как мои Они просто взяты из текста Станиславского И выведены в подглавки На самом деле, это слова и словосочетания Это не мои, а самого Станиславского Но в оригинале этих подглавок нет Но я их выбил для того, чтобы было удобно Ориентироваться, понимать, о чем речь в данной подглавке Значит, вот, сценическое искусство и сценическое ремесло Значит, здесь дается классификация Здесь дается фундаментальное отличие искусства от ремесла И тем самым, Станиславский отказывает ремеслу называться искусством Значит, есть настоящее искусство Которое мы с вами должны изучать Которое мы с вами должны создавать И есть ремесло Это не искусство Это ремесло Ну, правда, оно тоже, значит, и, допустим, снимается И пишется Писателями пишется Кинематографистами снимается Театралами 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 ставится Которое на сцене Но, на самом деле, искусством не является Это некий суррогат Суррогат искусства Но это не настоящее искусство Вот это важно понять Потому что беда многих и многих и многих В том числе людей творческих Людей творящих Нечто Заключает в том, что И они сами, и в обществе Не могут провести четкую грань Где же искусство, а где неискусство Понимаете? И поэтому получается Очень большая каша Когда Произведение, художественное произведение Будто, значит, кино произведение Будто театральное произведение Будто писательское произведение Которое не дотягивает до уровня искусства Оно подчас воспринимается как искусство Это очень большая проблема То есть Отличить настоящее искусство от неискусства Вот На что обращает Вот в этой главе И в этой первой подглавке Которую я назвал Искусство переживания Казаться с этим я считаю Ну, прежде всего я хочу сказать Что, Станиславович Я сразу вам эту схему хочу дать Значит, а потом уже начнем Вот по этой схеме идти Сверху вниз Значит, в смысле Станиславович прочертил черту Отделил искусство от неискусства И дал, значит, классификацию И искусство, и неискусство Вот, классификация искусства Значит, искусство переживания Это высокохудожественное произведение И искусство представления Это низкохудожественное произведение Вот, значит, в области искусства Станиславович дает два класса Значит, высокохудожественное Которое мы должны стремиться И которые должны создавать Стараться создавать Высокохудожественное И низко-художественное. Тоже художественное, но оно низко-художественное. Почему мы будем говорить дальше? Значит, вот в области искусства Станиславский выделяет два вида, два класса. Искусство переживания, искусство представления. Далее переходим к виду ремеслов. Не искусство, да? Сколько кто? Не искусство. Или же можно даже говорить, не искусство, сколько ремеслов. Значит, здесь Станиславский выделяет три класса. Это сценическое ремесленничество, это любительское ломание и это, значит, злоботворение искусства. Вот три класса, да, которые, значит, Станиславский выделил в области ремесла, в области неискусства. Значит, более высокое, с точки зрения ремесленничества, это, значит, сценическое ремесленничество, да? Это более высокий класс в ремесле сценическое ремесленничество. И чем отличается мы в дальнейшем поговорить на занятиях, посвященном именно этой теме. Второй класс, это, значит, любительское ломание. И третий, самый низкий класс ремесла, от которого мы должны бежать. Ну, в принципе, мы должны бежать и от самого низкого, третьего класса, и от второго, и от третьего, и более того. Мы должны даже бежать от низкохудожественного к высокохудожественному. Значит, вот и самое низкое художественное – это злоупотребление искусством. То есть, речь о том, что злоупотребление, значит, нахождением в искусство, именем искусства. Вот злоупотребление искусством. Здесь же все вместе. Вот эта схематическая классификация, значит, искусства, не искусства, от неискусства, от ремесла. И главный критерий, который закладывается, кстати, который мы с вами читали в Аристотеле, да, буквально недавно читали, вот этот, главный принцип – это переживание. Да, помните, мы с вами прочитали в Аристотеле, в поэтике, значит, принцип, который обязан Аристотель каждому, значит, творческому человеку – это принцип переживания. Переживания того, что ты создаёшь, что ты творишь. Здесь же это уже вынесено в главный критерий искусства, его отличия от неискусства. И теоретически это всё оформлено, значит, обусловлено, основано и так далее. Значит, здесь, в этой главе происходит, как и во всей книге, некий, значит, ну, как бы, объяснение ошибок своих студентов со стороны Аркадия Николаевича. Значит, здесь происходит определённый диалог, и в процессе этого диалога, опять же, выявляются, вот, все эти законы, которые Станиславский хотел бы донести до своих, значит, будущих, и настоящих, современников, и будущих, значит, творческих людей. Которые, в принципе, являются, вот, значит, законами, кстати, общей теории общего искусства знания. Так вот, о чём же он здесь наборит? Он говорит о том, что творчеству надо управлять. Творчеству надо управлять, творчеству надо уметь управлять, и творчеству должно быть управляемым. Но творчеству, то есть творческий процесс, не может быть прямо управляемым, а он управляемым косвенно. мы уже с вами говорили о том что в человеке есть целый мир целый космос я весь доминирующий эго это наше я который мы привыкли с детства который мы называем это наше имя и все но кроме этого нашего я доминант я говорили каждый из нас есть целый космос и в этом все возможные бывшие и будущие и возможные и невозможные все это у нас и которые мы можем вытянуть из себя использовать и в качестве никого образа в качестве персонажей своей в качестве натуры которую мы будем рисовать их художники или скульптуры и мы с вами говорит что творцом является не наше доминантное а вот то это который образ которого мы создаем это может быть отдельный образ это может быть комплекс образов это может быть целыми за сцена это может быть целая сцена который мы создаем и вот если мы творец то значит мы и в этом плане как раз я подразумеваю в своем творении вы являетесь творцом высшим творцом то есть словно бы богом своего творения в своем творении вы являетесь творцом бога и и этот бог использует все возможные эго которые у него есть но какие вы не использовали доминантное эго всегда будет присутствием но оно будет пассивным и чём же функция 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 контролирует он будет как бы стоять сзади того действующего эго которое вы творите образ который вы создаете мы ждать как вы сзади наблюдать и в нужный момент как напоминать, чтобы вы не сошли с рельсом и шли от начала до конца своей сцены, своего эпизода, своего акта и своего сюжета в целом. Значит, здесь расписано то, что управление творством не прямое, а косвенное. Косвенное воздействие сознания на подсознание. Здесь речь о том, что изначально мы всегда все творим подсознательно, рационально, то есть сознательно мы ничего не творим, и творить сознательно невозможно, это никогда не будет искусством. Создаёт интуиция, создаёт чувство, создаёт наш духовный мир, духовно-чувственный мир, наше подсознание. А сознание необходимо для того, чтобы регулировать, для того, чтобы вовремя подсказывать, когда это работает. Значит, вот это очень важно, понимание подсознания. И заслуга Станиславского как раз в том, что он применён сюда высшую психологию. создание общей скословической теории, фундаментальной теории общего искосковского знания, он применён сюда как в философию, высшую философию, которая была создана в 19-м и к концу 20-го века. И точно так же в отношении психологии, которая уже создавалась в 19-м веке, как настоящая наука, и нашла своё продолжение в 20-м веке. Значит, Станиславский это использовал. И потому, вот то, что он написал, это действительно величайшая наука, в которой есть и философия, и высшая философия, и высшая психология, и, соответственно, человеческий общий скословный. Он говорит, значит, подсознательно через сознательно. Вот это важно, подсознательно через сознательно. То есть, если мы вспомним, как мы в детстве играли в творение, в основном, да, вот если мы вспомним, то мы увидим, что в детстве мы творили и были, значит, именно подсознанельно. Мы многие вещи не осознавали, многие вещи не понимали. И в детстве, поскольку ещё сознание не сильно разит, и оно не мешает интуиции и, значит, действию, соответственно, с интуиции, то наши игры, обычные игры, получаются очень искренними. В дальнейшем, значит, сознание приобретает всё большее место в нашем жизнедеятельности, поэтому многие вещи мы делаем сознательно. и нам становится сложно творить именно потому, что мы, значит, в процессе своего развития, мы начинаем, пытаемся подавлять своё подсознание. Для того, чтобы вновь подняться на уровень, как бы на кавычках, тот творческий, который нам очень легко удавал в детстве, но уже на более профессиональном уровне, мы должны постепенно, постепенно, постепенно возрождать уже сознательно. Сознательно, через занятия определённые, через определённую работу над собой мы должны постепенно, постепенно, значит, возрождать в себе своё подсознание, свою интуицию, доверяться и подсознанию интуиции, и, в принципе, уметь сознательно ими управлять. Вот это главная задача, которая стоит перед любым творцом. То есть, искусство создаётся, ещё раз повторяю, интуицией и подсознанием. Но, если в детстве оно не было управляемо сознанием, оно было детским, наивным, дилетантским, то, если мы хотим стать профессионалами, то мы уже должны уметь своё подсознание, уметь и вызывать, уметь им и управлять. В дальнейшем вся эта методология нам будет раскрыта. Мы это всё поймём, каким образом и так далее. Это, в принципе, используется после того, как Станиславский создал эту науку. Далее. Вот, и Станиславский называет это, вот эту методологию называет, значит, сознательной психотехникой. Да? То есть, как вызывать в себе вот это подсознание, заставляет это подсознание творить. Вот это называют психотехникой. Да? То есть, ну, техникой психики человека. Как техникой управления психикой человека. Видите, как раз вы пришли к тому, что Станиславский, создавая эту науку, он, в принципе, прекрасно разбирался в теории психологии. В той теории, которая к тому времени, в общем-то, уже созрела. И как фундаментальная наука. И Станиславское, значит, счастье Станиславского в том, что как раз в том времени, когда он задавал эту науку, вот этот процесс уже как бы был почти, можно сказать, завершён. И более того, завершён именно теорией психоанализа Зигмунда Фрейда. И Станиславский, конечно, безусловно, прекрасно был осведомлён и знал и разбирался в психоанализе Зигмунда Фрейда. И тоже использовал создание этой науки. Станиславский здесь говорит о том, что всегда творить подсознательно и вдохновенно, что именно и делает произведение истинно художественное, нельзя. Поэтому необходимо лишь подготовлять почву для подлинного подсознательного творчества. А для зарождения подсознания добровей надо творить сознательно и верно. То есть, если в детстве мы это всё делали интуитивно, и рационально мало в чём там участвовало, то сегодня мы через рациональное... Извините. 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 То есть сегодня мы, именно через сознательные занятия над собой, мы научимся в себе порождать фантазию. Мы научимся заставлять своё подсознание действовать. Понимаете? Потому что ещё раз повторяю. Творящим является подсознание, чувство, но не сознание. Сознание только контролирует. И принцип вот этой методологии, которую предложил Станиславский, это именно подсознательное через сознательное. То есть сознательное мы по определённому алгоритму начинаем работать над собой, и в определённый момент фактически мы уже начинаем создавать. Мы уже порождаем в себе вот действие этого подсознания, того чувства, которое только не может быть творцом. То есть творить чувства. Поэтому главный критерий переживания. Мы должны это пережить. Мы должны это прожить. То есть жить. Только живя, мы можем что-то создать. Рационально, значит, опираясь на холодный ум, мы можем только создать нечто графоманское. для того, чтобы создать действительно художественное произведение. Мы должны фактически быть тем образом, который мы создаём. Мы должны быть тем персонажем, который мы создаём. Мы должны быть той средой, которую мы создаём, той обстановкой, тем настроением и так далее. И вот здесь мы как раз приходим к тому, что когда вы создаёте, вы являетесь как раз Богом своего творения. Потому что часто трудно бывает представить, что как я могу пережить какое-то явление. Как я могу переживать какое-то явление. Как я могу переживать какой-то предмет, который считается в обладательском представлении, считается неодушевлённым. Вот для того, чтобы понять, мы должны знать вообще, что такое и мироздание, что такое и человек, и что такое мы сами. Если у нас есть такое представление, тогда мы это всё можем очень логично себе представить и понять. И фундаментальная философская истина заключается в том, что, в принципе, любой человек – это микрокосмос. В нём макрокосмос в видимом и невидимом своём варианте отражается целокупность. Совокупность, совокупность и так далее. Значит, сознательное верное рождает правду. Правда вызывает веру. А вслед за ней вступает подсознание и может явиться само вдохновение. Вот это методология. Сокращённо одним предложением высказанная дениальнейшая творческая методология. Смотрите! Сознательное и верное… То есть, сознательное и верное – что мы так организуем этом? Ну, и у Станиславского? Да, но наука что это называется фундаментальное? Что мы можем произойти? Подозревает логичность, последовательность, обоснованность. Логичность, последовательность, обоснованность. Сознательное и верное – рождало правду. Более того, Станиславский потом пишет, и вы это прочитаете, на том, что сейчас художественная правда, она более правдивая, нежели та карта, которую мы видим прямо сейчас. Поэтому, помните, вы говорите, что искусство, в принципе, это придумывание. Вы должны придумывать. Закон искусства – придумывать. Выдумывать, фантазировать. То есть, мы с вами не журналисты, не репортеры, чтобы просто отображать факты. Но даже журналисты, там элемент творчества присутствует. Там тоже есть элемент придумывания. Об этом мы не будем говорить. Мы сейчас говорим чисто о художественности, о художественном творчестве и так далее. То есть, значит, вот как он говорит. Сознательное и верное рождает правду. Правда вызывает веру. Значит, здесь вот этот алгоритм касается как самого творца. А творцом является писатель. Вот в этой цепочке писатель, сценарист, драматург, режиссер, актер. Но на этом цепочка не прерывается. Продолжаем зрить рецепель. Значит, видите, вот это такая частная цепочка, да? С четырех частей. Даже не части, ну, как бы из четырех звеньев, да? С четырехзвенная, так скажем, цепочка. Значит, создатель материала, литературного материала. Создатель постановки. Создатель образа. И рецепель, который все это воспринимает. Вот вся методология и алгоритм, заложенный в ней, она касается всех этих четырех звеньев. Когда мы говорим, ну, сознательно, верно рождать правду, это, конечно же, касается прелесту вот этих первых трех звеньев. Потому что четвертое звеньев, оно, как бы, воспринимает все это в целости. А как бы воспринимает. Значит, рождает правду. Правду вызывает веру. Вот вера уже появляется и у творцов, и у рецепиентов. Потому что, если рецепиент не почувствует правду, то у него не появится вера. Если он не будет видеть, что это правда, и что это могло, было и могло быть и в его жизни, и вокруг него, то он просто в этом не будет верить. У него не появится вера. А если в нем рецепиент, это как лапу свою бумажку. Лапу свою бумажку, это как бы катализатор, это как бы определитель того, что мы имеем в данном произведении. Потому что творец, он часто субъективен, тем более, если он не знает фундаментальных законов творчества процесса, творчества, художественной сеть, то он может начать ошибаться, может заблуждаться. Он может графоманское повествование воспринимать как русское художественное произведение. Но рецепиент, каким бы образованием он не обладал, сколько бы его лет не было, ну, так скажем, да, будем считать, возьмем ребенка, после перехода в период, хотя любой ребенок, допустим, воспринимает тот же анимационный фильм, да, ну, буквально с любого возраста можно воспринимать, да, и что-то там понимать. И верить, и видеть там правду, и так далее, и так далее. То есть вот правда рождает, вызывает веру, а вот уже вслед за верой и у творцов, и у рецепиентства наступает, значит, вступает в свои правила подсознание и вдохновение. И начинает работать фантазия. Понимаете? Как это все будет происходить, мы в дальнейшем это будем читать. Будем проходить. Есть специальные методологии, в соответствии с которой, вот, без всякой изначальной, начальной фантазии, без всякой начальной, без всякого начального дообновения, мы все это породим себе и начнем что-то творить. а что-то именно художественное. Будет это литературное произведение, будет это, значит, постановка, будет это некий образ. Вот это главное, чтобы мы с вами подняли. Значит, сознание, верное рождает правду, правное рождает веру, верное рождает правду, значит, правое рождает веру, вера рождает подсознание и вдохновение. И вот тогда уже можно начать творить. Условия жизнетворения в полной аналогии с ней, в своем творческом процессе, правильные, логичные последовательные, по человеческим мыслям. Вот что значит сознательное, верное. Значит, видите, условия жизнетворения и полной аналогии с ней, то есть если мы хотим уподобиться Богу и создать свой, хоть и искусственный, но свой реальный, телевиртуальный мир, художественный мир, то он в чем-то должен быть аналогичен. Речь не идет там о каких-то течениях, направлениях, реализм там, и так далее, и так далее. Ты можешь писать свое произведение или создать свое произведение в любом ключе, в любом стиле, в каком тебе нравится, в любом жанре, фантастика, там, я не знаю, в любом модернистском стиле, да, но важно, чтобы законы мироздания в том или ином виде были отображены у тебя тоже. Чтобы твое произведение по своим законам, которые там существуют, на основе которых ты создаешь этот художественный мир, они были, видите, аналогичны, не противоречивы. Потому что тогда получится настоящий абсурд. Не тот абсурд, который мы знаем как направление в искусство. Потому что там тоже тот абсурд, как мы уже говорили, это поверхность определения этого явления искусства. На самом деле, там очень большая логика, там очень большая последствия, там очень большая концепция, концептуальность, которая стоит в основе того художественного мира, который создали абсурдист. это поверхностно. Для обывателя это, как раз, абсурдность. На самом деле, там очень большая. Если бы это был бы реальный абсурд, если бы там нету никакой, там была бы аллогичность, там бы царство, аллогизм, то безусловно, это было бы никакого отношения к искусству. И тем более, то, что искусство не имело бы, тем более, это было бы абсолютно неинтересно никому. Потому что, если там нет логики, если там нет каких-то законов бытия, мироздания, то это все непонятно. А если это непонятно, значит, это неинтересно. Это никому неинтересно. Все должно быть понятно. Но что такое понятно? Понятно, это не примитивность, не примитивизм того, что вы пишете. Понятно, это вот как-то как раз то, о чем говорит Господин Сталовский. То есть, должна быть аналогия вы создаете свой художественный миф, но опираясь на те законы, которые есть в этом мире. Но дело в том, что эти законы они часто не видят. Часто то, что мы видим, оно не всегда отражает те законы, которые заложены на основные мироздания. Поэтому, значит, как мы уже говорили, любой художник, настоящий художник, он должен быть в равной степени высокого остатка профессионального и философа, и психолога, и так далее. То есть, должен быть очень разносторонний, развитый человек, очень глубокий человек, значит, который мог бы как мыслитель, как мировой мыслитель, мог бы проникнуться своей мыслью секретой тайны бытия, и, значит, на любом материале, на самом примитивно кажущемся на любом материале мог бы вот эти законы бытия отобразить. Далее, что говорится с основная цель искусства создания и передачи художественных форме жизни человеческого духа, художественно творимого мира. Вот, видите, основная цель искусства. Сейчас повторяю, да, по словам, создания и передачи художественных форме, да, художественных формах, миссиславных фольжных поколений. И еще в дальнейшем что входит понятие художественных формы, да, начиная от отдельных звуков, междометий, и кончая, допустим, целыми произведениями. То есть, это все форма, об этом мы будем говорить в дальнейшем. Но речь о том, что основная цель в создании передачи художественных формах жизни человеческих и жизни человеческого духа. Видите, мы создаем жизнь человеческого духа. Не жизнь человека. То есть, нам важно не внешнее, не отображение внешнего, видимого, слышимого, а мы отображаем вот этот жизнь духа. Вот такое искусство. Понимаете, жизнь духа. И поэты я возвращаюсь, на каком материале вы не строили свое произведение, на каком пусть это будет допустим, самый недушевенный пример, стол, в анимации, стол, прыгает, ходит, разговаривает, на чем, на каком материале вы не строили свое произведение. Важно передать жизнь человеческого духа. Почему Станиславский говорит человеческого? Ну, чтобы это было понятно. На самом деле, как мы с вами говорили, дух, он не совсем принадлежит человеку. То есть, в принципе, эта фраза жизнь человеческого духа, она относительная. То есть, если обратиться к философии, то, на самом деле, речь не о жизни человеческого духа, по большому причингу, а речь о жизни того божественного духа, который заложен на человеке. Но здесь мы приходим к тому, что все и в этом человеческом духе божественное. Здесь мы говорим к тому, о чем мы с вами говорим. Человек как бы между двух полей божественное и дьявольское. В человеке есть и божественное, и дьявольское. Вот Станиславский как раз будучи и очень большим Чувовским, вот он это и подразумевал, когда писал, что жизнь человеческая может человек, духовность человека есть и божественное человечество, и настоящая духовность, и бездна. дьявольская. И вот наша задача передать эту жизнь человеческого духа. Но в основе, но мы-то с вами должны, что в основе этой жизни человеческого духа стоит, конечно, божественное духом. Это уже как бы, скажем так, человеческий дух часто как бы оскверняет данный ему божественный дух вот этим диапсием, да, в какой-то степени осквернении. Поэтому с вами славы говорит о жизни человеческого духа, художественно творимого мира. Видите, это тоже важно, что мы с вами творим как раз в художественном мире. И в этом мире есть основа божественного духа. И есть то, что как бы живет на основе этого божественного духа, это человеческий дух. Дальше, главная задача, пишет Станиславский, не в том, что, не только в том, что изображается жизнь в ее внешнем проявлении, то есть он как бы раскрывает основной цель цели. Значит, главная задача, не только в том, чтобы изображать жизнь в ее внешнем проявлении, но главный способ в том, чтобы создавать внутреннюю жизнь изображаемого лица и всего изображаемого художественного мира. Гениально. Огромная философия, которая огромный подтекст. Вот в одной этой фразе заключена вся философия мира. А это пишет, это теоретика искусства. Теоретика велики, гениальные теоретики практики сказали, константин сервис на перешивать изображаемые художественные мира. Никогда ни один художник, ни один скоббитов, ни один писатель, ни один актер не сможет не создать ничего стоящего тее художественного, тее высокохудожественного, если не сможет переживать то, что он создаёт. То есть переживать, чувствовать, например, дальнейшую там, допустим, вы давать задание такое, этюд, допустим, что вы, допустим, дерево, и так далее, да, вы, понимаете, представьте себе, что вы дерево, начните переживать жизнь дерева. Тоже возникает вопрос, какое-то дерево, день на дерево, что это дерево чувствует, как оно живёт, биография этого дерева, и так далее, и так далее, его отношения с окружающим миром, и так далее, и так далее. Понимаете, вот если мы, допустим, будем писать сказку, и в нашей сказке будет действующим лицом дерева, мы должны пережить это дерево, мы должны одушевить, найти вот это это дерево в своём микрокосмосе, найти и заставить его творить, тоже уже смотреть на мир, который мы будем создавать, как бы глазами этого дерева, становиться деревом, потому что это это есть и у нас каждый. То есть, допустим, я кук-тай тиреок-тай это моё доминантное эго. Если я, допустим, пишу сказку, и там действующий персонаж, допустим, деревень или цветок, ну, намного удобнее, допустим, брать животное, и неудобно вот растительное, которое мы считаем неодушевое. Хотя в мире ниодушевого нет ничего. Всего есть своя энергетика. А энергетика это есть дух. Это есть дух. И почему Станислав пишет человеческий дух? Потому что на самом деле скажем, дух, основа духа божества. И в этом плане между духом человеческим, духом камня, духом дерева, нет никакого разницы. Понимаем? Просто, нам понятно, конечно, нам более понятно, если нам скажут человеческие, что человек просто божественный. Мы понимаем, что у нас есть духовность, у нас есть переживания, у нас есть какие-то чувства. духовность, нам трудно понять, что даже есть дух другого человека, нам даже это трудно понять. Мы даже до конца свой внутренний мир, свою духовность до конца не знаем. Поэтому, допустим, еще как-то мы можем представить духовность другого человека, животного, но нам даже трудно представить духовность, допустим, дух какого-то животного, а тем более того предмета, который считается главным. Значит, еще раз повторяю, главная задача не только в том, чтобы изображать жизнь в ее внешнем проявлении. Этому тоже надо научиться. Мы будем с вами научиться, когда я буду давать задание, например, создать образ. Буду давать как-нибудь, такие образы. Просто создать, допустим, просто слово сочетание. Допустим, цветок. Вот это мы называем, да? А внешне как можно вот это слово цветок оживить? Мы должны какие-то придумать функциональные эпитеты, метафоры, сравнения, которые мы начали оживлять этот цветок и превращать его образ. А просто говоря, цветок мы просто называли. Это просто название. Это просто термин. Который, в принципе, очень, значит, есть и создается, как бы, это представление, но оно очень смутное. живой образ. Нам же не просто нужно какое-то смутное представление. Нам нужен живой образ, чтобы этот цветок жил, понимаете? чтобы он дышал, как любое живое существование. И так далее уже образ. Это уже тогда просто образ. Если нет вот этого, тогда это просто название. Далее, что говорит нам Станиславский в этой части. Значит, Станиславский еще раз отмечает, что надо переживать изображаемый вторственный мир, то есть испытывать аналогичные с ним чувства. Вот об этом мы уже с вами сказали. Что бы мы ни изображали, мы это все должны пережить, испытать, выть хотели. Нет? Вопросы есть? Ну, сейчас есть вопрос задание. Аналогичные с ним чувства. Конечно, чтобы понять эти аналогичные чувства, мы должны исходить израционально. Мы должны задавать себе вопросы, и тогда постепенно пытаясь отвечать на эти вопросы, мы заставим работать свою фантазию, и перед нашим взором кинолентом воображения, который мы еще пройдем, когда мы говорим о воображении, значит, главе воображения, значит, кинолент, киноленте воображения, мы должны постепенно увидеть то, что потом мы напишем на бумаге, или же поставим на всеобщем площадке, или на театральной сцене, и так далее. Далее, значит, у нас идет глава искусственного представления, подглавливая искусственного представления, но мы это оставим с вами на следующее занятие. Сегодня будем считать, что мы с вами об искусстве переживания сказали. в дальнейшем это высший класс искусства. Далее уже может идти только гениальность, шедевры, гениальное произведение. Гениальное произведение опирается, основывается на классе высококудожественного произведения. То есть фактически например в моей классификации, которая опирается в том числе на классификацию Станиславского, значит, три класса, да, значит, три класса искусственного. У Станиславского была, у меня три. Значит, вы вы низкохудожественные и высокохудожественные, гениальны. В Станиславского только два. Низкохудожественного и высокохудожественного. Но без высокохудожественного не можно гениальны. Высокохудожественные это как бы уже основа, тот фундамент, на основании которого можно создать произведение, которое дойдет в своей концептуальности и в своем решении гармонии между формой и содержанием дойдет до степени гениальности. Мы же будем проходить только то, что создал Станиславский и что является наукой актерского, режиссерского, сценарного мастерства. но и в принципе это наука общественная наука. Сегодня мы остановимся на искусстве переживания. Следующая тема нашей искусственного представления. Об этом мы поговорим на следующем занятии. разговаривания. Спасибо. 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 Спасибо.